Эй, это блог Юлифокс! И сегодня мы провожаем Юльку на Кипр. Она все-таки решилась... ...пать из Японова, Красноярска на охуенный солнечный морской Кипр, где люди живут счастьем, морем. И кайфуют там просто, а мы здесь просто задыхаемся в этих газах, парах. Мы умираем от этого мороза. И сегодня мы будем снимать очень много-много-много... Привет! Ну что, сегодня день, когда меня будут провожать такие небольшие проводинки. Я не стала звать всех-всех-всех-всех-всех, кого я знаю. Я решила позвать только вот самых-самых близких. Вот, мы сегодня идем в ЖОИ. Это новое заведение в Красноярске, которое открылось буквально-таки неделю назад. Вот. Потусуемся, поугараем, поснимаем крутые видосы. Вот. Наверное, стоит начать рассказывать с того, почему я решила завести этот блог. Почему вообще я затеяла всякие эти съемки. Потому что я всегда хотела вести блог. Здесь еще и такая возможность отличная получилась. Поэтому я приветствую вас на своем канале. Надеюсь, вам понравится то, что я буду снимать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Опа, от души, брат, все, огонь. Счастья, здоровья. С Новым годом. Удачи, счастья и удачи в придачу. Удачи, удачи. Там хотелось бы сказать, что пусть стояла деньги. Немножко промах по пункту. Я считаю, что это тренд. Это тренд. Это тренд. Ты должна пройти и у каждого спросить, что вы пожелаете. Что вы пожелаете, Юля? На Кибре, блядь. Это кто? Кто это? Ну, не важно. Да, не важно. Давайте пошли. Привет. Ну что, наш путь к родителям начался. Элли вот уже очень сильно радуется. Она же не хочет поворачиваться. Но улицу хочет, я вот подумаю, ее выкинуть. Но это не точно. У нас трасса, смотрите, вообще просто не самое лучшее, что может быть. Вот она, Сибирь. Сибирь, матушка. Ну, мы надеемся, что дорога дастся легко. Компания у нас хорошая. Планируем доехать часов за пять. Дай бог, чтобы так все и было. А дома вечером, вечером. Рыбка, банька. А что там еще бывает? Я думаю, вино все-таки какое-нибудь сухое такое, белое, вкусное. Ну, чтобы, знаете, вот прям отдохнуть. Отдохнуть, вот так вот лечь на пол, под елочку. И вот так вот с глиной-глиной трубочки. Отсасывать вкусное-вкусное вино. Да, да, это нормально. Вот, поэтому ждите виносы. Вот я нового. Привет, курат. На пять. Элли. Ну? Пойдем. С Новым годом. Заходи, только тихо. Элли, заходи. Ты кто? Я? Деда. Ты деда? А иногда и снегурка. Да-да-да-да. У меня есть клевое платье и клевая шляпа. Ага. А как называется? От кутие Деда Морозе. И часто вы употребляете? Я обычно курю. Поняла, поняла. Ладно, пойдем. Поела суху, Вадим, пиротик, поела? Да, поела вкусное. Сумма. Постаралась. Иди, называйся, там вино уже наливают. Ой, ребят, все, вино стыднет. Мне пора. Одним словом, до новых встреч. Давайте быстрее. С Новым Годом! С Новым Годом! Мам, я же снимаю. Мам, я снимаю. Это вам подарочек. Ура! Спасибо! У-ху! Она теперь в туалет не будет ловить. А, это типа нам пригодится после этого. Спасибо. Это почему-то... Да, зайдем, наконец-то вы. Ой, наконец-то вы сказали. Это Маша. Это Маша. Это Люда. Это наши очень старые друзья. Старее нас, это мама. Старые друзья. Мне рассказывала, как Лида прикосил свой Тида. Ну все, это первое число. Глинтвейн, Маша, мама, Маша с чаем, ухар, котер, улыбка. Пока просто улыбка. Я потом тебе свой передам. Спасибо. Ну рассказывай, почему у вас два слоя торта, вот они вот разошлись. А, разошлись, потому что первый слой делался на одну голову. Второй слой делается на второй. Но вы никогда не переживайте, какие у вас головы. Главное, чтобы они вместе сошлись в нужное время и в нужный час. В итоге результат будет потрясающий. А еще раз напомните, что вы курите? Вот я опять не помню. У меня одна голова ушла, другая еще не вошла. Смотрите дальше. На наступлении 2018 года остались буквально секунды. Пришло время сказать друг другу самые заветные слова. Простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви. Согреть заботы и внимание. Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи, произойдут перемены лучшего. Чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия. Мира и просветания нашей великой России. Наши любимые и нефальцы. Будьте счастливы. С праздником вас. С новым 2018 годом. С новым 2018 годом. С новым 2018 годом. С новым 2018 годом. Мама, недавно вы занимаетесь насилием в домашних животных? Ну, наверное, больше шести месяцев. Вот сейчас 35 градусов, ждите. На секунду вынесу, если будет живая, я занесу. Хорошо, ладно. А у нас сегодня интеллектуальный вечерок. А вообще не совсем. А Даша малопал. Даша. Ваше здоровье. Ну что, кто говорит? Я. Давай. Давайте, кто выиграл, да, путь вы. Начинаем, у меня тут съемка. Папапапам. И 45. Плохое начало. Хорошая. А поставьте мне сюда для... Пойди. Макачанка. Угу. Как я была? Муреводая. Спрощенная. Пусть сильно? Немножко нормально. Путешествие готово. На самом деле, все, едем отмечения. Я уже не стала снимать, какие были вращения. Нос чешется до сих пор. Урелась. Вся изрыдалась. Оставила собаку родителям. Наелась дома конфет. Точка. Я еще доедаю. Маша подоедает оставшийся запас. Но ничего. Как говорится, похудеется на нервиках-то. Просто смотрите, как у нас красиво. Наблюдаю виды. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну вот, все, я дома. Собрала все вещи. Пойдемте, я вам покажу. Только что ушли квартиранты, которые будут снимать у меня квартиру. Подписали договор. Все классно. Так происходит сбор, документы, чемоданы, чемоданы. Я сегодня, когда уезжала из дома, я хотела снять. Как я со всеми прощаюсь. Но там было слишком много слез, и я это сделать не смогла. Тяжелее всего мне было прощаться с Элли. С моей собакой, с которой я прожила два года. Каждый день мы с ней были вместе. Вы знаете, она... Она начала все понимать, мне кажется, сразу, как только я решилась. Потому что она вообще от меня не отлюбала. Она постоянно была со мной. Спала со мной, вечно ее облизывала. Ну, в общем, все, как всегда, только в утроенном варианте. И сегодня, когда я уже уезжала, я взяла ее на руки, начала ее обнимать, целовать. Она слизывала мои слезы. Потом, когда я пошла в машину, она носила вещи. Я открыла дверь в машину. Она начала туда лезть, скарабкаться. Она никогда так не делала. Она не любит в машине ездить. А сегодня она туда полезла. Я буду и дальше вам отчитываться о всех своих переживаниях. Слезах, слезах. Спасибо, что вы меня смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Как вы видите, я честна и откровенна во всем. Я буду рассказывать все моменты, которые происходят, все трудности, какие-то нюансы. Буду очень много рассказывать об этой стране. Спасибо вам большое, что вы есть. И, возможно, мои действия побудят кого-то к тому, чтобы наконец-то исполнить свою мечту, чтобы наконец-то сделать то, о чем он всегда мечтал. Ребят, никогда ничего не бойтесь. Эта жизнь у нас совершенно одна. Сегодня мы едем и можем попасть в аварию. Или мы можем просто умереть. Не знаю, инсульт, инфаркт. У нас собьют машина, все что угодно. Просто представьте, что завтрашнего дня не будет. И будете ли вы довольны этой жизнью, которая у вас есть сейчас? Все ли вы сделали, что вам так хочется? Будут ли о вас говорить ваши близкие и родные так, что они гордятся вами? Что вы молодцы.